Этот момент настал. Мне самому не верится, вы давно просили, и я сделал это. Первое видео с лепкой, поехали! Мне не верится, что я наконец-то это делаю. Это моё первое видео с лепкой, не судите строго. Сегодня я буду играть в челленджи от вас, от NickXD. Он довольно короткий, как я вижу, и довольно сложный. Так, всё. Я думал, что в конце будет ещё что-то сложное. Но сложным тут оказался только первый вейв, после которого я смог сориентироваться и пройти до конца. Инсент челлендж от Вейна. Под музыку At The Speed Of... Оу, под музыку At The Speed Of Fight. На пауке, серьёзно. Но этот челлендж был даже попроще, чем прошлый. Но паука я не ожидал. Никитубер Вейв Челлендж? Что за Никитубер? Вернее, кто это? Но однозначно понятно, что это Вейв Челлендж. Так, всё. Это хорошо, что можно к этим блокам прижиматься, потому что иначе я не знаю, как я бы проходил этот челлендж. Не понял, что значит 11 раз? Это спам в конце? Ну я реально без понятия. Да вроде нет. Немного непонятно, что это значило. Ну ладно. У меня получилось всё-таки это пройти. Без особых усилий, я так скажу. For Dolphi называется этот левел. Тоже Вейв Челлендж. Довольно быстро прошёл с первой попытки. Спасибо за удачу на Silent Circus. Надеюсь, у меня получится в скором времени. Поставить новый рекорд, либо пройти его. Ааа, бесит. Давно хотел купить себе новую клавиатуру. Мой выбор пал на HyperX Alloy FPS Pro. Неплохой вариант для игры. Брал я её, потому что клавиатура зарекомендовала себя как хорошая, ибо продаётся она уже не первый год. Нужна была компактная клавиатура на красных свечах. Здесь же можно посмотреть цену на данную клавиатуру. Ну и сделаем сравнение с парой клавиатур. По сравнению с ними она выглядит более компактной. Также есть USB-порт, благодаря которому можно подключить нужные вам вещи. Если смотреть по отзывам, то за долгое время к ней относятся довольно положительно. Если и ты ищешь себе игровую клавиатуру, компьютеры комплектующие, заходи на e-каталог. Так, ну всё, я довольно нормально потренировал в практике. Ну, наверное, особых проблем не составит пройти его в нормале. К тому же он короткий. Эм, ладно. Довольно редко я встречаю челленджи, которые сделаны в режиме дуала. Так, и последнее там. Самое главное следить только за волной. А остальное будет автоматически проходиться, если делать правильные движения на волне. Вот этот вот последний момент, на котором я сейчас слил, вот самый сложный. И всё-таки надо несколько раз слиться, чтобы его пройти. Фух, гг. Было непросто, но и простым этот челлендж назвать тоже. Как мне кажется, нельзя. 134 попытки. В основном попытки ушли на запоминание. Эребус челлендж впервые, кстати, я играю в Эребус челленджи. Постоянно видел, например, Blood Buff челлендж, Cataclysm челлендж, Tartarus челлендж, но Эребус челлендж я вижу впервые. Но я вижу тут из Эребуса только название этого демона и зелёные цвета. Больше этот челлендж на Эребус не похож. Даже сложно ищите. Шитий NC Buff. Я так понимаю, сейчас будет Nine Circles. Усложнённый, но без декора и, соответственно, без NC стиля. Довольно просто, но... Вот он он, Hard Mod, Coin, Dolphi Mod. Мне почему-то казалось, что с этим сердечком уровень будет усложнён. Но тут просто поменялся цвет и тройная скорость на... На скорость, соответственно, 4х. Как по мне, это не особо добавляет сложности уровню. 60%. Так, и ласта часть. Фух, тут геймплей совершенно другой, нежели в оригинальном Nine Circles. Хоть это и шити-версия, но... С первой попытки у меня не получилось пройти. А жаль. Так. Я решил попробовать взять монетку. И у меня это получилось сделать, но... Блин. Тупой сейчас был фейл. Да что такое? Два раза подряд не подобрать монетку? Ну вот что тут такого сложного, я не понимаю. От чего я сливаюсь? Тут даже геймплей проще, чем в оригинальном Nine Circles. Может быть, само ускорение, к которому я не так сильно привык? Не знаю. Почему я застреваю на этом простом уровне? Может, он все-таки не такой простой, как казалось мне на первый взгляд? Но не знаю. Так. Еще и дуал в конце. Ладно, я думаю, стоит заглянуть в прайдику и запомнить дуал, который в конце этого челленджа. Так, тут резко два клика, потом... Да, все-таки... Челлендж не такой простой, как казалось на первый взгляд. Так, дуал. Сложноватый момент. Со второго раза все должно получиться. Снова. Блин, что это сейчас было? Цыганские фокусы. Почему я слился на последнем шипе? Я надеялся, что... Я надеялся, что я флюкну его. ГГ. Фух. Наконец-то. Кстати, заставка в конце прикольная. Фух, довольно много попыток. Недоволен я своим результатом. Дольфи вейв. Сразу вижу мувы. Надеюсь, это простой челлендж. Потому что... Запоминать эти мувы по всему уровню будет... Наверное, проблематично. Офигеть. Офигеть. Довольно прикольный эффект шипов движущихся. Ну, уровень довольно простой. Еще один дольфи вейв. Так. Что тут у нас? Hard, insane, extreme. Давайте сначала пройдем на самой первой сложности. Так, прижиматься можно. Это хорошо. Ладно, давайте попробуем Hard. Это то же самое, только... Вейв перевернут и развернут в левую сторону. Так, на этот раз я прошел. Ладно, скипаем extreme. Это то же самое, что и Hard по сравнению с Easy. То есть... Остались эти узкие проходы, но... С разворотом в левую сторону. И вейв, кстати говоря, тоже переворачивается. Ой, это сложно... Сложновато. Огибаем порталы. Ой, зачем? Последний не надо было. Ааа, там... Там еще и блоки. Они двигаются вместе со мной. Да, 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 да. Фух. Прошел джеттер кликом. Челлендж под музыку из Void Wave. О, тут довольно жесткий вейв. Или мне кажется, так... Надпись GG. Как это проходить? Непонятно. А, вот все. Понял. Надо было всего лишь не задевать портал с кубом. Всем спасибо за просмотр. Такие видео с лицом будут выходить регулярно. Если не всегда. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Следующее видео прохождение челленджей на свинкоптеры. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok